съездил до озона кто в телеграмме видел уже показал я купил сига 3 килограмма буду довяливать он такой полувяленый сыренький кто-то так любит я наверно сейчас одну пачку засушу сиг вяленый 3 0 6 24 годен до 2 0 7 24 месяц всего годен так его на холодильник или просушивать сушилку для рыбы на озоне заказал не показывал вам бывают они разные побольше бывает поменьше я взял небольшую 40 на 40 и то я думал маленькая она здоровая зараза как раз на три килограмма тига блины я не знаю ветер у меня ребят есть нет а за мягушкой принцип работы принцип работы очень простой вот и все весь принцип работы что здесь есть раз полочка 2 полочка 3 снизу полочки здесь у нас раскручиваем здесь подвешиваем все элементарно они есть вообще большие если рыбой то заниматься чтоб мухи туда не лезли ничего ну как лайчик чпокнули нормально сейчас мы с вами и и повесим и будем заниматься рыбой пойдемте место с рыбы будут немножко копать я вот ее рыбу вялю здесь всегда в теплице же можно ё-моё у нас нынче в теплице ничего пока не посажена серёжа там приготовил эти саженцы давайте-ка мы наверно в теплице сейчас и повесим тут продувает все чутенько а потом я перевешу точно у нас здесь сегодня ничего нету в этой теплице не знаю будем ли вешать не будем я не знаю куда камеру поставить куда камеру поставить куда-нибудь сейчас я подвешу и будем с вами рыбу развешивать секунду ну что друзья мои сик и за весь три килограмма здесь можно закрыть будет в дождь а можно солнце закрытые здесь жарище такая вот что со вся рыба вся рыба просохнет тут уже будет муравейчик пола ползает иди-ка давай отсюда и как-то за попал муравьи в общем сюда пролезают сиг не знаю что ни разу не пробовал сига сига шмига посмотрим он в общем сыруй весь понятно для чего так делают чтоб вес был если его высушить он весить то нифига не будет ой так он бумаги ё-моё а я знаю еще думал я думал что это цвет такой он ребята в бумаге оказывается сигута сигу-сигу-сигу ну-то уэлит такая была певица я погодите господа актив трек уж не буду включать а я думаю чё за рассол такой боюсь рыбу-то думаю она испортилась коричневого цвета она газа в бумаге блин бумагу я раздирать тихо тихо сиг не падай ох вот это сиг ребята запах а ты куда перевернулась иди сюда вот это сиг неренара сейчас весь его суда разделаю я думаю чем почему желтого в бумажке у меня оказывается да все три килограмма войдет в один килограмм так знаете сколько рыбин я скажу 1 2 3 4 5 6 7 рыбин 7 рыбин в одном килограмме как раз три килограмма суда входит вот такой бумажки он так это я сейчас уберу все помоечку ну что давайте-ка весьма его сейчас рассушим уберечь-ка коробка отсюда цена 3 килограмма мне вышло 2 300 по моему если не ошибаюсь может немножко может 2 3 500 все я говорю сейчас сила интернета кто не понимает вот это дурочки говорит интернет в раньше наше время ничего не было отожили хорошо сейчас ты все можешь заказать и привезут на дом блин с него бежит жираж вернули бумажечку и он мало соленый ребята мало соленый вещь сколько сига по-моему я ел его он пахнет вкусно ребятушки ребятишки и вы мои оба так а здесь сколько здесь тоже 7 штучек каждая порция по килограмму кило 95 95 грамм это по моему этот рассчитывается как упаковка собственном соку и вот так можно есть мне кажется он обалденный борт если вот так его будете есть жирный без игры о 2 полочки но я сейчас руки по моему вам все покажу так и третья пошла здесь у нас еще есть как сушить способы написали так и ножницы я потерял вот они выкинул вместе с ножницами можно актив трек правда включить так сейчас делаю брал в обл у меня вот все закончилось в обла последняя пол рыбки висит пока жарко она сухая суда просушила распадывается но как влажно на улице стала она опять влаги набралась улице видели ночью то у нас очень сыром все третья за закладка пошла третья закладочка сигал сигуна так у меня здесь что нормально завязано не отпадет не отпадет вот у меня для чего теплица то для вялиния рыбы больше я все равно я тут наверно на днях перекопаю завтра или послезавтра посадим огурчики а вот здесь рыбины большие здесь их всего шесть штук шесть штук сейчас руки на блог помыть до 6 штук еще одна все я пошел руки помою надо еще эти бумажки убрать сейчас я все уберу здесь погоди это как рецепты весь мусор остался все отключаюсь пойду руки вы мою камеру то замарался в жиру показываю можно еще больше конечно зафигачить он весь жиру жирный жирный ну как все что мы сейчас делаем мы сейчас его застегиваем и ни одна мушка сюда не пролезет а тут еще двойной замок то ну как вам все готово сейчас отправлю еще в телеграм покажу а запах то на всю теплицу здесь сразу же идут советы как три способа вялить рыбу из пошива что вот давайте пожалуйста нам отзыв на озон если вам понравилась наша рыба на вкус я еще не буду пробную не отпробовать можете qr-код сфотографировать и пожалуйста 9 видов валины рыбы на нашем магазин озоне за хорошую продукцию не жалко и этот бесплатную рекламку сделать все ждем как делается будем пробу снимать как подсохнет чуть-чуть а здесь она подсохнет здесь жарит мама не горю я эти форточки только верхние открою немножко продувать бот и здесь температура стоит у сейчас у нас влажновато правда но ничего блин грядки еще наделать лук садить на зелень зелени морковки может не знаю это у рума тут курточка делает юля опять оставила промокнет потом он будет ходить искать эти я вам пахал убрал штучки всю зиму они у меня в теплице отстояли что снегом их не завалило и работали юля ругалась ругалась говорит заколебали они жужжат и жужжат всю зиму сейчас отключил грядки сделаем на место вот к нему кроту видим что нету все пойду я мусорная выкину коробочку от этого от сега всех приветствую друзья мои надо мне набрать вот эту бочечку прекрасной воды прекрасную бочку воды откроем кран тик об так надо включить пойдемте включим у меня сегодня съездить на пруды по плану где мы зарыбляли рыбу посмотреть что там творится и распаковать помпу залить масло он помнились об очках на залить масло завести все сделать и проверить как качает с бочку в напустим так что такие планы а это вода у меня на запас вдруг что-нибудь да как-нибудь это шланг перекручился безобразие секунду не могу отрегулировать шланг что там у вас ярко о пусть набегает на случай каких-нибудь если вдруг вода понадобится энзебу отстоять летом здесь так пойдемте посмотрим сиг сиг вчера я ел первую рыбину вот это да кожа отпадывает сама от этих рыбы конечно интересный вкус у нас такой рыбы нету какой-то рыбы что тут но она жирная так я не знаю она не высохнет как в понятии сухом то дальше я вчера здесь покосил заобедают я думаю сейчас выкосить и уехать или на вечер оставить наверно сейчас я это все доделаю тут часа на полтора работы и потом мы с вами уедем течение дня очень позанимаемся ладно какая вода набираться тогда пошел я разденусь позагорают в трусах похожу все выкашу и продолжим все разделся до шорт шорт побери видео газонокосилочка ребята у меня вот здесь где-то лопнула корыто с той стороны я шайбу подкладывал треснул то ли нож был кривой вибрация шла в общем у шайба с какой-то стороны очень подложена шайба или с той стороны не помню с какой не на трещина на корыте было так пока работает не что надо за мне надо этот бензину набрать дальше помните такую пилку тут я хотел дрова и попилить и у меня заклинил тормоз а тормоз не просто заклинил а сейчас я вам покажу так надо и убрать а то масло выливается вот так она боком не выливается когда лежат пилы у меня пил видите лежат бочком сейчас мы все сделаем я этот мульчу убираю потому что если просто мульчировать и откидывать все домой тащится вся трава трех пока хватает но уже вот я вчера косил но насаживаться трех бочков пока хватает тот полный надо бы его вычистить снизу по-моему перед репрело все нормально тут все в общем пойдемте до гаража быстренько сходимся бензина заправим кактус у меня зимой дома летом я выношу до осени сначала чернеет чуть-чуть темнеет потом распускается и он за лето так наливается вплоть до цветов нравится ему конечно ягод нынче не будет все морозами прихватила у нас когда все цвело заморозки стояли до июля месяц по одной ягодке вот этот куз вообще богатый лезут зеленки лезут а надо опрыскивать на неделе мы с вами опрыскивали у меня пришел опрыскиватели себя не буду показывать друзья мои я тут труселя гоняю телеса свои не буду показывать и останется у нас триммером пройти четырехтактный триммер я вам покажу как работает загад что с ним случилось но это следующем ролике сейчас у нас задача немного другая эту наковальню я маслом все облил она такая жирно стояла июля ругалась но сейчас она впитала и вот он нормально стало король дай на это король не пытается еще дрова на расколоть все забываем сейчас и гараж открою у нас всю неделю жара обещать завтра еще жарче будет погреемся немножко я жару вообще обожаю забыл закрыть тогда ветром как дунуло и меня вот эти погнуло все второй раз я все ворота снимал петли выгибал эти штуки это выгибают и все так где наша эта штучка пойдемте заправимся сегодня такой вот жизненный бложек день мой здесь у меня бардачок как обычно на столе не бывает у меня тут этих только приберусь опять чем делаю и все пила тоже ведь на боку лежит всегда потому что масло текут из них не знаю почему текут из всех пил кроме штильевских бензиновых из электрических из всех текут и американских и китайских у меня еще американская есть робби робин как он роббан не помню как то куда канистру то делали откручиваем так что погнали на кто-то говорит соснул бы лучше чем насосом столько веселых парней сидит и девчонок в комментариях вам надо высосните блин мне так одной рукой неудобно часто отключится мне видео отключился потому что здесь перелив стоит провод идет как на бензоколонке еще йо-моё вот смотрите вот одной рукой снимать конечно виллы специальный чехольчик продается с ним чтоб туда бензин скопал на грудь камеру поведая сейчас косить то буду не буду снимать я просто показываю чем я тут занят так на бардачок не обращайте внимание у меня в гаражик маленький инструмента много постоянно что-то делаю если его складывать это вот только для показухи делают не могу это вот так чтоб раз и все у меня постоянно авралы какие-то а если я врал это все сейчас я гараж закрою так руки у меня интересно все жирные нежирных сработает и не всегда срабатывает она срабатывает кто там спрашивал как минус 40 все пережил все чутенько работает как часы от сенсора от nfs меточки от всего так что нам надо у нас еще четырехтактный триммер у меня тут лежит пойдемте покажу не забыть на воду выключить он у меня заправлен все обслужен нормально воды уже набежала вот столько столько надо полную набрать еще романа дмитриевича бы на покупать сегодня посмотрим здесь у меня так-то полбака должно быть я вчера подливал сюда я подложил резинку вибрация идет здоровская бак трясется аж думал мозги ему стрясет канистры вот эти черт побери удобны удобная черт побери канистры долью до полного чтоб не было без заправки докосить все можно подлить ну что господа представляю эту корзинку прекрасную сейчас я тут за час все сделаю на поедем мы с вами так осталось это и вот там за домом этот за дом частично выкосил можно конечно еще было подождать на фиг в том времени она как на траве на дрожжах растет он это сюда то выкосил видеть за домом сейчас мы тут дернем и все кашуя в наушниках тогда дядя витя мне еще сто лет назад их купи к минус кирове заедешь еще не интернета ничего не был они у меня здесь сломались от старости пластмасса и он так решение сделать все выкосил роман дмитриевич тут солнечные ванны принимает тебе нравится ему все тепло у нас неделя год жарище вы замечательным набрали водички ночёк активе и всю нибудь а снимать все выкрасил и выкрасил выкосил красотень со полтора все забиты все чутенько все что у нас за тучки идут не знаю я значит вот не то кого под дочь не попасть сейчас перекурю поедем посмотрим озера роман дмитриевич купаться нравится ему все лужи собирают а вот ему лужа цивилизованная она здесь готова сад приборов на еще снаружи ну снаружи на раз автора или вечером сегодня обкашу уже четырех так например с этой стороны покосим тоже вокруг забора приберем готова покажи папе как ты плаваешь или за полотенцем ушла знаю думаю большой еще нецелесообразно покупать в оси все хорошо пойдем и посмотрим свой градусов не посмотрел сколько градусов тапочки меня полная налил 38 хоть 31 8 замечательно на почту заехал господа мне тут завалили посылочками вот это да сегодня еще распакуем посылочки наверно всех на одного места доедем посмотрим пруды сгоняем пять козлячьими тропами проедем то я не знаю проехать на машине не проехать решил на машине катануться дорогу посмотреть там по обездной по дамбе бобров проедем потом посылки посмотрим едем мы там нынче не бывал на машине не знаю там боброва дамба размыта не размыта сейчас мы через полом проедем полом потом вагина так есть они еще деревни так не ездят а вот он так уже будет сейчас деревню проезжаем более забыл как переменит называется вагина помог а не вагин да нет никаких табличек тут она вообще свое время вымерла а потом дачниками тут один-то вот этот дом реченовский мужик но он со шрицова причину сейчас живет вот здесь он спахал дом то здесь баку тогда было спаха на я не походил так это года три назад четыре было спахали здесь деревню ребята в деревню где дом стоял я чё-то болит мимо все проезжал а кто заросло все-то на спаха на был все деревня там сейчас еще одна год но мы его мимо рядом проедем все и цивилизация кончается вы здесь находок тоже много был до первого то пруда мы точно доедем до второго то не знаю а пешком идти не охота здесь вода вот идет там должна насосная станция быть под нее песка навезли смотрите пгс все уже раскопали весь песок а здесь песочек дорогой хороший это не как у нас он с этим для строительства это заливать бетон вот плитки заливают тротуары черпают и частникам продают целые горы песка на весь жизни на это песочницу дароми поставим так тоже отсюда немного дернуть дюзнуть без камушков только ему надо вот такой песчаный вот этот для строительства уже речной песок а там должен быть насосная станция помните я показывал как такая же точно как провода воруют вот здесь тоже провода срезаны частично сброшены знаю кто-то отрезал оттуда наверно и вот эти кучи везде навалены песка навозили для строительства скоро все уже растащат здесь песок хороший речной говорю такой ромена песочницу заказать да я там знаю где поближе взять такой песочек тележку в квадроцикла нагружу тоже а здесь пгс был его все уже убрали целая только здесь одни камни были вот эти мелкие его вот здесь весь уже увезли сверху лежала куча 1 пгс вот этих камней мелких без песка такого тоже все вычерпали уже блин прикинь или это денег сколько зарыли в землю безвозвратно частично конечно они если проект этот оживят еще что-то останется но половина то уже все безвозвратно вот эти материалы все столько похоронено я даже юля наши деньги налогоплательщиков понимаешь даже на наши налоги миллиарды вот этой глупостью этой занялись и не доделали а сколько можно было бы деревень отремонтировать дорог клуб освещение сделать вот если вот эту чужую вот это не делать нормальным управленцам то всю кировскую область все деревни можно поднять было на эти миллиарды весело бы процветали у нас дорог нету ё-моё ездим дорог нету водопроводы все порваны зато масштабные проекты заморожены я говорю тут на лесе только сколько наварились когда вот эти просеки все прорубали да кто-то озолотел он сейчас на золотых унитазах сидит и посмеивается хорошо когда у кормушки то сидишь а блин вот но не всем у кормушки юля сидеть а июля поймать не может источнице ему понравилось едем мы дальше все тут деревни кончились уже еще к крутцу уедем к крутцу и на первое озеро приедем посмотрим мне на второе хочется озеро туда ехать там вода прозрачная прозрачная рома залазь давай все едем дальше там вы должен этот быть значит насосная станция этого нельзя ни разу вот к речке рыбачки ездят а я обычно на квадрике квадроцикл в любую щель вообще в любую я сначала если первым делом еду на квадроцикле а потом уже на машине сегодня решили просто погода хорошая или поехали по лесу покатаемся а так на квадрике хотел мчать то все есть посмотреть все ладно мы едем вот вот здесь масляники растут в этих местах сейчас масляников походу нету рома возбудился песочница ему понравилось едем дальше дорога плохая и забыл на колье и наделали олигарды и нибудь посерединке сейчас проедем здесь ухода ничего страшного здесь медведев ходит уходил раньше я знаю может поймали уже это вместе на этот медведя видел в этом месте кто-то ездит здесь но здесь ездят не знаю здесь почти не проезжая дорога только один след а вот там на тракторах ездят что-то тоже опять тырят с лесом там-то была грузовая техника сюда вывозят из леса там не был знаю куда не то есть на квадрик сгонять проверить чередом джузгают а здесь никто не ездит дорога не разбитом там раньше грязище было сейчас мы подъедем по лесу объезжали сейчас более-менее это здесь в общем никто не ездит тут до торфа только ездят поехали посмотрим дамба проезжие не проезжие здесь и монеты собирал прямо прямо здесь вот здесь подвалы стояли на этом месте господа посмотрим я хотя вроде след то есть сейчас вылезем посмотрим здесь золото спрятано в этом месте у димы гегеля дед жил спрятал горшок золота рассказывает и не рассказал никому где пропищите а сам взял помер дедушка у димы гегеля тем не смогу спускаться прогуляемся давай сейчас задам отсюда выеду спускаемся вниз там дамба бобров весной не проезжая не знаю как сейчас походу тоже не проезжая что-то я буду уже отсюда и посмотрим тут штат машина чего сидите бой я пойду посмотрим что здесь да как так микрофон чуть-чуть поднять где тут хитрые места есть так-то вроде ездят смотрите след но давно никто не ездил видите следов нету взять этой стороной по трубе по трубе по трубе по трубе по трубе вот тут подсасывает и вот туда нам надо перескочить на снегоходе на рыбалку свои еще не знаю наверно проедем вот здесь можем сесть и смотрите лапа волка вот это да вот сюда не надо проваливаться сядем так сядем конкретно надо именно по трубе ехать и все я думаю проедем здесь место было плохое взять ее суда объехать сюда проедем ничего тут страшного нету камеру пойди сюда поставить опять поснимать бы кому-нибудь никому снимать друзья мои знаю проедем а может не проедем сюда я поехал не пилы не лопаты не взял ладно я знаю сыра вроде да это рядом проедем пишет застрянем у меня не лопаты ничего нету она же танк так выходить точно пониженный на второй проеду все пацаны поехали она же танк 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 я присмотрел где ехать то вот туда глава в бок не соскочить из трубы вот это да все даника посмотрю там раздавил ли чудо там все похрустело я не посмотрю где-то там все походу нам еще обратно ехать на туруруру ой чуть не упал да не нормально все что-то показалось вот здесь только я тут а я хотел не здесь ехать я хотел здесь заехать здесь и здесь на обратном пути сюда и заедем нормально главное туда не с трубы не слисти здесь мы точно сядем все едем дальше едем дальше сейчас мы на дмитровский пруд приедем потом на сергеевский зайдем если она дальний пруд решил в одном месте там я провалился только да и все нас тащила просто обратно по-другому проедем деревня крутец ребята интересно деревне но мы сейчас за нее заедем через него поедем находок здесь было много да особо с моряка никто не ездит хотя вот есть следы но нечастые сейчас мы на пруд приедем покажу она на деревне то заезжаем на дворы мы раз мы на дом был на их не в центральную улицу увидим и все мы назову я тут раньше ездили а сейчас в прошлый год в общем ланг крузере кто там решил проехать пьяный и упал с моста по рассказам с ним женщина тоже была руку сломала мостом там окончательно я там на квадроцикле боялся ехать он полез на ланг крузере вот это да выезжая на основную дорогу вот это дамба собой сторон дома стояли сейчас мы приедем к озеру дмитровскому посмотрим а я хлеба не взял юлия хотел хлеба взять для чудо я вообще ничего не взял покидать мальката вы выманить хлебом но там вода прозрачна может видно будет много по речке то ездили камеру то нельзя а там никак не подойти все это чудо с лодки с подводной камерой мы когда по речкам то ездим то с моста видно малька здесь может все уже тоже расплодился все посмотрим сейчас на кузеру подъедем уже итак друзья мои приехали мы к пруду сейчас я заезд найду вот здесь за везде кейс я где-то тут на квадре заезжал в этом месте прямо и выйдем дмитровский пруд вот такой пруд он летом конечно подсыхает немного все приехали роман дмитриевич сейчас погоди я камеру достану из крепежа пойдем рыбу искать кто не знает кто новый на канале дмитровский пруд три года назад мы свою рыбу запускали в тот год мы рыбу запускает два года по я не то показывали два года мы зарыбляли этот пруд сейчас третий сезон пошел тоже на сереже давай подкинь он говорит тут должно уже много быть вот эти плюсы июля летом видно вода падает но он глубокий местами пойдемте искать рыбу рыбу надо удочки взять так сейчас я поляризационный фильтр сделаю нормально вот этот пруд вообще как бассейн чистый чистый до хлеба забыл взять и что-то все забыл мы летом сюда еще подъедем в августе когда он сядет тогда будет видно смотри он как бассейн вот эти летом плюсы все видны сейчас мы наверно не увидим тут рыбу пойдем вот туда сверху посмотрим роман дмитриевич тут погулять вышел я ролики о смотри юля муть здесь кто-то в воду пил а может карась смотрите ребята намучена где точно лось был спугнули а вон мелочь плавает ребята юля рыбу видел хуху малю вот такой проплыл все рыба развиваться выжила лось да он муть пошла он она ведь ему спугнули мы малька видел господа все рыба значит есть здесь выжила вот такой еще года два-три здесь можно с удочкой съесть босс рыбка есть разжилась замечательно мы летом что прием он так упадет немного вот прозрачный прозрачный сейчас после дождей виде немного мутноват да кто-то здесь мутил воду смотрите и он муть пошла туда лоси ходят отсюда с водопоя да надо ай Fundaro мутил то целое семейство один досмотри а вам маленький еще один Чик, он нырнул куда-то. Вот они и были. Я думаю, кто здесь намутил? В общем, здесь утки, рыба есть. Но рыбы еще мало, конечно. Еще год-другой подождать и здесь нормально будет. Можно с удочкой приезжать, посидеть. Здесь места такие. Пойдем, Юля, покажем места. Кто-то уже видел эти места. Шикарные. Можно палаточку поставить, отдохнуть в березовой роще. Да, смотри-ка. Это карьер. Они дорогу по болотам отсыпали, когда водовод делали. Отсюда брали грунт, глину, всякую ерунду. И вот два карьера. Этот маленький карьер, там один побольше. Сейчас мы остановимся. Ну и уточки прижились. Ну как вам? Да, рыбу я видел, ребята. Рыба есть. На камеру не знаю, снялось, не снялось. Малек вот такой. Чуть проплыл. Карасики. А здесь должно нормально сейчас уже их быть. Они еще на крыло-то не встали, да, Юля? Не слышит? Ну что? Этот пруд проверили. Все замечательно. Он обрастает. Он глубокий тоже. Рыба здесь растет. Все четенько. Скоро рыбачить будем, ездить сюда. И отдыхать. Здесь палатку поставили. Красота. Кравка, пляжики. Купаться можно даже. Сделать здесь заход. Облагородить, поплавать. Все, едем мы на следующий пруд. Сейчас там посмотрим. Там он побольше, конечно, и поглубже. Там они его и одно время... Экологи их заставили засыпать. Они пол пруда засыпали. Там еще он здоровше был и глубже. Но он все равно больше этого раза в два, наверное. Но мне этот больше нравится. Там рыжики растут на той стороне. Собираю. Ведрами. Роман Дмитриевич, ты чего не слушаешься? Все, поехали. Дальше. Отключаю камеру. Тут даже рыба плещется, ребята. Сейчас стою, наблюдаю. Всплески рыбы. Мошек едят. Вон он плывет. Маленький карасик. Все, едем. К другому пруду рыбы полно. Даже плещется нормально. Выбираемся опять отсюда. Я еще летом сюда приеду. Он подсядет. Сейчас еще прозрачнее, сильнее было. Сейчас дожди так пока мутноват немножко. Будут вообще как акварюм. Едем дальше. По машинам. Быстро. Все, выезжаем. Сейчас второй пруд еще посмотрим. Пойдя до места мне. Сейчас мы что-нибудь туда подкинем. Хотя может не подкидывать. Поверху проехать. Пробуем проехать. Сбоку сразу же влево. Уходишь, чтобы сюда не стыщил. Сейчас вторую пониженную включу здесь. Меня туда вниз кинуло. Мне надо вниз. На погонение ремяна вторую пониженную. Мы сейчас тут потихонечку. Мы здесь, здесь. И уйдем в бок сразу. На трубу попасть. Во! Во-во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во-во. Это же танк. Нам бы еще лифта побольше бы. Четыре рамка подпугалась. Вот здесь мне кресты попадались. Прямо сбоку. Дома-то вот так дошли. Да, туда. Что там? Там кузница была. Вдоль дороги шли. Сейчас мы на вторую приедем в деревню. Посмотрим, что там у нас происходит. На вторую пруд, наверное, не в деревню. Что? Ты сказала, на вторую деревню. На пруд, наверное, на вторую. На второй пруд, да. Вот здесь монеты прямо попадались. В этом месте. Тут на дороге валялись. Смотри, клён растет. Или что это, да? Или тополь. Старый клён. Старый клён. Старый клён. Старый клён. Старый клён. Стучит в окно. Давай подпевай. Ну, кто-то не знает. Только эти слова и все. А я не знаю. Вот здесь раньше заезд-то был. Сейчас нету, да? Кто-то заезжал. Дай-ка я тут развернусь, сейчас мы заведем. Сейчас, господа, погодите, я тут развернусь. Немножечко тут неудобно. Тут торф у нас берут. Куча торфа. Всё, Юля сели. Сейчас бы только не заехать. Он тут шлифовал куда-то в канал уже. Трактором, что ли? А здесь где-то дорога я видел. Вот здесь, да? А, не здесь же. Там дальше опять я куда-то не туда поехал. Оператора-то нету у меня. Ох, поснимали бы. Такие кадры пропадают хорошие. Сейчас туда заедем. В лево. Здесь кто-то ездил, между прочим. Наверное, рекладоискатели. Вот это вид. Сейчас я вам, ребята, вид покажу такой. В уморок упадёте. В штуке только мешается. Столбы-то? Наверное. Что мы там в канал заехали? Я думал, всё, не выйдем. Только с помощью пониженной. Вот этот вот побольше. Чик. Пойдёмте посмотрим. Здесь что-то вода спала. Мне так кажется. Здесь раньше вода была вот до сюда. В том, наоборот, прибыла. А здесь почему-то... Смотри, Юля. Он мельче стал, да? Что? Мельче стал. О, заяц убежал. Заяц, Юля, убежал. Вон он бежит, видишь? По кустам. А вон он сидит на опушке. Уши поднял. Вон на той стороне сидит один. А второй здесь дрёпнул. Нет, у меня другая камера-то. У меня оптика была так. Этот-то чуть-чуть приближает. Там заяц сидит на меня, смотрит на той стороне пруда. Пойдёмте посмотрим. Что-то мне кажется, что он немножко подсел. Хотя могу ошибаться. Да, Юля, он мельче стал. Вот у этих банок была вода-то. Видите, где брёвна лежат? Вот это была вода до сюда. Да, он здорово спал. А тот, наоборот, поднялся. Вот у него. Это течением вынесло. Но он всё равно здесь глубокий. Всё, заяц дёрнул куда-то. Рыба вон плещется, видно. Если бы хлеба сейчас взяли, мы бы сейчас с вами показали, сколько здесь рыбы. Этот пруд, конечно, побольше. Здесь мы ничего не увидим. Но всё же. Рыба, значит, есть. Мне тут лодку предлагают на обзор. Наверное, я возьму лодочку, и мы сюда с лодкой приедем. Камеру подводную возьмём и поплаваем. Вот мы здесь опускали. Да, вот до сюда, Юль, вода-то была. Смотри, он как спал. Не знаю почему. Роман Дмитриевич тут выступает опять. Что, поехали домой. Всё посмотрели, всё нормально. Флора, фауна жива вся. Всё замечательно. Вот они засыпали его. Он был вообще глубокий, здоровенный. Вот это они засыпали всё. Он был гигантский здесь, такое озеро. Потом экологи, видать, их нагнули. Что-то они тут сделали вид рабочий. И так и всё забросили. А нафига такое озеро классное испортили? Едем мы домой. Ой, чуть не упал. Здесь разработки торфа у пруда идут. Как бы на змею не наступить. Может, змея здесь есть. Торф копается на удобрение. Блин, за что-то задел. Какое-то растение и руки липкие стали. Всё, уезжаем мы отсюда. Но я сюда приеду потом. Наверное, с лодкой и с камерой. А может, даже с удочкой посидим. Рыба есть, всё есть. Замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...